Слово проповедь Я сказал слово проповедь, чтобы было в тексте И проповедовали В контексте не могу вспомнить, но вспоминаю такие слова Проповедуйте во время и не во время Проповедуй во время и не во время Это, по-моему, Тимофеев, что ли? Да, это посланник Тимофеев Проповедуй во время, не во время Что еще? И проповедовал И проповедовал людям Я тоже не помню Крещение и покаяние Да, да, да И проповедовал крещение и покаяние А это речь об Иоанне Крестителе идет Да А из послания Павла Может быть, кто-то что-то вспомнит Горе мне, если я не проповедую Горе мне, если я не проповедую Но там, по-моему, стоит слово благовествует 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 Точно Слово благовествия, благовестника, наверное, даже чаще встречается, чем слово проповедника В новом завете И в некоторых наших церквах Кто-то из вас, наверное, знает Есть даже такое Лицо официально посвященное Благовестник Благовестник И с довольно-таки такими широкими правами Благовестник может там даже крещение совершать Вечерю Господню А еще что-нибудь можем вспомнить о проповеди из Нового Завета? Иисус Христос после искушения там написано и проповедовал в царстве Вот в каком Иоанне, я не помню Пошел и проповедовал А вот помните, Павел говорит И слово мое, и проповедь моя Не в убедительных словах человеческой мудрости Но в явлении духа и силы Это очень важный стих Мы обратим на него внимание Будем говорить об этом И слово мое, и проповедь моя Не в убедительных словах человеческой мудрости Но в явлении духа и силы Проповедь Сущность проповеди В том, что она Должна быть исполнена силой духа святого Как говорил Один из наших выдающихся проповедников Евангелистов Василий Фетлер Сатана не боится проповедей Но сатана боится проповедей Исполненных силой духа святого Просто проповедей Сатана не страшится Но если в проповеди есть Помазание в присутствии духа святого То тогда Сатана убегает Он оказывается Побежденным А что сказано, например, о Ное? Помните? Как Библия назвала Называет Ноя Специфическая характеристика дается По-моему, апостол Петр Упоминает Ноя И говорит о нем Как о ком? Мой проповедник правды Проповедник правды Представитель Ветхого Завета Проповедником правды Назван Слово Проповедник слишком уж Возвышенное Слишком ко многому Обязывающее И мы, может быть, даже не всегда Осознаем Вот Ту великую ответственность Которая лежит на проповеднике На проповеди И оно несколько Потеряло даже свою цену Ну, может быть, мы даже делаем это Не умышленно А под влиянием Таких вот Общепринятых Мнений Подходов Если, например, взять Другие сферы Деятельности Там Сфера искусства, например Музыка Музыкантов много То есть людей Умеющих играть на чем-то там На гитаре На Пианино Или на трубе И так далее Музыцирующих Много людей А истинных Музыкантов Единицы Людей, которые Что-то такое рисуют Тоже много Рисующих людей Пробующих Писать Что-то Оформлять А художников Единицы Там Людей Пишущих Тоже много А писателей Раз-два И Обчелся В России Нашей Старинной В России 19 века Ну Может быть Человек Девять Было Настоящих Писателей А пишущих Был Намного Больше А сейчас Вообще Там Несколько Несколько Тысяч Входят В союз Писателей Сейчас Даже По-моему Три Союза Писателей И много Много Там Членов Хотя Настоящих Писателей Не может Быть Так много Если Говорить О проповеди О проповедниках То Тоже Если По большому Счету Подходить К проповеди К проповедникам То Проповедников По большому Счету Тоже Было Всегда Мало И появлялись Они Очень редко Проповедники Такого масштаба Как Спержин Например Билли Грейм Которому 90 лет Будет В ноябре Месяц Это явление Редкое Проповедующих Проповедующих Много Я не думаю Что у нас Такое Чрезмерное Самомнение Что мы Хотим быть Проповедниками По большому Счету Но Быть Хотя бы Проповедующими Проповедующими С чувством Ответственности Проповедующими Которые Стараются Грамотно Преподносить Слово Божие Раскрывать Тему Такую цель Мы можем Ставить Перед собой То есть Научиться Быть проповедником Там В самом Высшем В широком Глубоком Смысли Вряд ли Возможно А научиться Грамотно Проповедовать Может Всякий Любой Человек Даже Не имеющий Каких-то Особых Природных Дарований Природных Способностей Грамотно Доходчиво Более-менее Логично Последовательно Доносить И раскрывать Слово Божие Может Научить С каждой При одном Условии Усердие Трудолюбие Труд Работа Над собой Великие Ученые Изобретатели Такие Как Томас Эдисон Говорили Что Гений Это 98% Впотения И 2% Вдохновения 98% Впотения То есть Труда Пота Крови Усердия Может быть 2% Особых Дарований Есть Определенные Какие-то Критерии По которым Человек Допустим Становится Художником Становится Допустим Писателем Становится Проповедником Определенные критерии Такой как Талант Как Врожденные Там Гений Или еще Что-то Есть такое Понимание Ну Конечно Есть Есть Но опять же Они Довольно Приблизительные Критерии Да Тут Как говорится На вкус и цвет Товарищей Нет И Можно Ошибиться Ведь Многих Людей При жизни Не признавали Художниками Не признавали Есть такое слово Так же Слой Божьим Что Павел По-моему Говорит Что Юродством Проповеди Да То есть Проповедь Она Имеет Свойство Быть Не Главное Чтобы она Была Грамотно Построена Или Правильно Подобранные Слова Но В силе Именно Вы сами Сказали В силе Духа Святого Да Вот Это Юродство Оно Заключается В силе Духа Святого Вот Этот Критерий Который Как бы Присущ Я думаю Не человеку Но Богу Как Те сосуды Были Да Они были Каменные В которых Набирали Воду Да И Христос Сказал Наполните Их Водой И А это Оказалось Лучшим Вино Так же И мы Если мы Доверяем Богу На все 100% Если мы Правильно Подготовились Если мы Вовремя То есть Уделили Достаточное Времени Подготовки Изучили Все Аспекты И доверяем Богу Чтобы Бог Действовал Через нас То я думаю Что Саму Эту проповедь В той Ее полноте И ценности Бог Произведет Сам Для того Для чего Я имею Чтобы Достичь Того Результата Которого Хочет Он Именно А результат Мы Правильно Мы можем И сейчас Не видеть Мы должны Только Делать На все 100% Мы должны Делать Это Как Для Бога От Чистого Сердца Сами Должны Быть Искренние И чистые Чтобы Говорить Это Слово Божье И Доносить Его Не Как Свою Мудрость Человеческую А Как Слово Божье В Молитве Каждый Проповедующий Что Бог Хочет Сказать Не что Я Хочу Сказать Слушателям Собрания А что Господь В данный Момент Хочет Преподать Я знаю Что Вы Как Проповедник Наверняка То что Мои Переживания И Вы Наверняка Испытывали Этого Когда Готовитесь Вы Хотите Сказать Не в Большем Плане В определенном Что то Свое Вы готовите Одно Но Дух ведет Вас По другому Дух Вас Ведет По своему И Вы Говорите То что угодно То есть Как бы В Духе Вы это ощущаете И знаете Это прекрасно Что Бог Производит В Вас Эту работу И вот В те времена Вы читали Наверное Когда были Большие Духовные Пробуждения И у нас В России И в Западной Европе Часто Бывало так Что проповедник Просто читал Какой-то текст Там Иоанна 3.16 Ибо так Возлюбил Бог Мир Просто Прочитывал Текст Потому что Люди Умилялись Каялись А когда В Америке Был Духовное Пробуждение Там В эпицентре Пробуждение Оказался Джонатан Эдвардс Он Свои проповеди Читал С листа Как лекции Из слов В слово Довольно Монотонно Так Утомительно Но С покаянием Божьей Божьей Присутствия Проповеди Мы проявляем Трудолюбие В библейские времена Это был пророк Конкретное упоминание По поводу Пророческих Проповеднических Школ Связано С именем Елисея С именем Пророка Елисея Вокруг Елисея Собирались Сыны Пророческие Елисей Был Как главный Учитель Главный Наставник В этой Группе В этом Сообществе Это Четвертое Царство 4.38 Есть Упоминание О Сынах Пророческих Во главе С пророком Елисеем А Елисей Чей был Ученик? Ильи Ильи Да Он был Преемником Пророка Ильи Что он Просил С какой Просьбой Обращался Он К Ильи Когда они Прощались Двойной сил Да Дух Чтобы тот Двойной Дух Да Вот В этом Было Его Главное Желание Чтобы Дух Божий На нем Почевал Для Продолжения Служения Пророка Школы Пророков Были В Галгале Галгал Место Где были Основаны Школы Пророков Вехиль Об этом Упоминается Тоже В четвертой Книге Царств Четвертая Царств Два Три Четыре Тридцать Восемь Шесть Двадцать Один Это Ветхий Завет В Новом Завете Что Вы можете Отметить Были ли Какие-то Специальные Школы По обучению Проповеди По апостольские Времена Гамилетику Преподавали Это Не обязательно Гамилетику А Вот что-то Подобное Фарисейских Школах Можно сказать Да Это Еврейские Школы Были Раввинские Апостол Павел У кого Учился Да У Гамиле Получал Богословскую Подготовку У евреев Были Специальные Школы Которые Возглавляли Раввины Еврейские Книжники А апостолы У кого Учились Проповедовать Да Апостолы Были Непосредственно Учениками Христа У ног Иисуса У ног Небесного Учителя Они Почерпали Знания Мудрости Силу Ну а Что мы Можем С вами Сказать О Современной Ситуации В нашей Церковной Жизни В отношении Проповеди Проповеднического Служения Ну вот На основе Наблюдений Которые Были Сделаны В некоторых Современных Церквах В разных Городах Что мы Приходим К такому Выводу Не очень Радостному В отношении Проповеди Можно Сказать Что в нашей Церкви Сейчас Переживают Кризис Проповеди Кризис Жанра Проповеди Кризис Конечно Наблюдается В других Сферах Не только Что касается Жанра Проповеди А вообще Духовный Застой Духовный Кризис Духовные Проблемы Их Довольно Много Но С проповедью Тоже Происходят Такие Процессы Не совсем Положительные Что я имею ввиду Уходит Сам Жанр Проповеди Или Размывается Размывается Жанр Проповеди Вместо Проповеди Мы Часто Слышим Что-то Похожее На лекцию С кафедры Церковной Что-то Похожее На беседу Беседа Лекция Трактат Реферат Преподносится Нам Может быть Даже Под видом Проповеди Под видом Проповеди Реферат Трактат Лекция Беседа Почему Это происходит Ну Во-первых Из-за того Что Утрачивается Преемственность Духовная Утрата Преемственности Мы Не учимся У наших Предшественников А Учимся У Современных Популярных Проповедников В основном Западных Американских И забываем Свою Отечественную Школу Проповеди Она Довольно-таки Солидная Основательно Развитая Мы об этом Будем Говорить Позже Сейчас В наших Церквах Наблюдается Преобладание Школ Проповеди Каких Проповедников Макартура Влияние Макартура Очень сильное Ну Коль в Самаре Он основал Свой филиал То в Самаре Там максимальное Влияние Это влияние Простирается На Сибирь Наверное Новосибирск Новосибирско-библейское Семинарие Тоже под сильным Влиянием Макартуровской Теологии Его методик Находится Влияние Рика Уоррена Это Популярный Американский Проповедник Пастор Его труды Книги Почти в каждой Церкви Есть Мы Не желаем Впадать в такое Огульное Критиканство Что Вот Мол Американизмы Американизации И так далее Много хорошего Много полезного Много доброго У современных Авторов Можно почерпнуть У Макартура У Уоррена У других Но Надо все-таки Учитывать Что Вот эти Авторы Это Продукт Своей культуры Продукт Американской Культуры А мы С вами Продукт Нашей Отечественной Российской Культуры Что У нас Другая Ментальность Другая Почва Отсюда И разные Школы Проповеди Формировались Западная Школа И вот Наша Отечественная Российская Сейчас Вот Такая Смесь Образовалась И Отсюда Жанр Проповеди Начинает Угасать Очень редко Можно услышать С кафедры Настоящую Зажигательную Проповедь В строгом Смысле Этого слова И вот Для того Чтобы Не утерять Нам Это Драгоценное Наследие Не уйти От жанра Проповеди Я думаю Что полезно Проводить Вот такие Курсы По гамилетике Проводить Семинары И делать Привязку К нашему Наследию К нашим Истокам К нашим Корням Что здесь Многое Можно почерпнуть Еще одна Причина Есть Почему Проповедь Размывается В современных Церквах Это Уход В схоластику Уход В схоластику Кто изучал Истории Церкви Тот Знаком С этим Термином Схо Лас Игам Слово Схоластик Происходит От латистинского Слова Схолия Или школа Школа Место Где Преподают Какой-то предмет Называлось Схолия Или школы Но схоластик Это было Целое направление В богословии Начиная Где-то С 12 Века Это Когда Богословы Служители Церквей Пытались Привносить В проповедь Слишком Много Философии Философские Подходы Начинали Применять Интеллектуальные Подходы Максимум Интеллекта Было В проповеди И Влияние Духа Святого Духовной Подготовки Было Как бы На втором Плане На втором Месте На первом Место Интеллект Разум Наука Философия Слишком Много Дум Было Да Слишком На иголочке Там На конце Тысяч Там Комаров Это такие Шутки Ходили О богословах Схоластах Они мол Много Времени Тратят На то Чтобы Узнать Вычислить Сколько Бесов Может Поместиться На Иголочке На конце Иглы Схоластах Субтитры создавал DimaTorzok